А вы знаете, я магнитогорец, потому что вся моя история, она начиналась с улицы Ломоносова. Дело в том, что моя мама появилась здесь. Бабушка, конечно же, не здесь, но вот моя мама появилась здесь, на улице Ломоносова. Мы и жили. Потом появился дед Сережа. Но я-то появился не здесь, я появился на улице Правды 34, в квартире 12. А здесь вот они жили. И в свое время, представляете, да? Только они приехали в город Магнитогорск и сразу же такое хорошее место. Но мы сегодня говорим про Ломоносова 5. Что такое Ломоносова 5? Во-первых, это ресторан грузинской кухни под названием Генацвали. Я бы вам много чего стал объяснять, но не буду. Да потому что в это место ходят знатоки. Потому что хождение в рестораны и это бизнес. Там кушают и не всегда то, что нужно. Но бизнес ресторана Дукани Генацвали то другой. Здесь любят вас кормить и делают это по-грузински вкусно. И поверьте мне, я-то поел многое, но не ел такого. Все-таки мы работаем и говорим о том, что Дукани Генацвали, то есть погребок Генацвали, скоро отпразднуют 5 лет. 5 лет назад, как раз только что у нас проблемки закончились, и здесь открылась грузинская кухня. Что такое грузинская кухня? Сейчас покажу. Вот видите, вот это грузинская кухня. Я тут смотрел недавно телевизор, и оказывается у нас все начали по Грузии работать. Но это же не так. Потому что, обращаю ваше внимание, холодные закуски. Сациви, кучмани, баклажаны с орехами, баклажаны с овощами, халилобио, сыр грузинский, сырная тарелка, капуста погрузинская, овощная ассорти, мясная ассорти грузинская, мясная ассорти классическая. Это только холодные закуски. Вторые горячие блюда. Хашлама, острый соус из говядицы, пленок в чесноком соусе, чкмернули, чахабили, чакапули. Еще. Чанахи в горшочке, бухлома в горшочках, лобби в горшочках, аджакуре, антрикот, талмалетние. Эх, миштег, да? Горячие закуски. Пиросмани сугушу, сугуши, сугуши, нормально. Соко, накице, тевзики шмари, тевзи. Короче, понятно, да? Сколько здесь? Я, честно говоря, не думаю, что у кого-то есть такое количество закусок. Поэтому, чтобы прийти сюда и поесть, кстати, поесть можно всем. И бабушкам, и тетушкам, и дедушкам, и детям в том числе. Почему бы вам не прийти сюда на Ломоносово 5? В Дукане, Геннадсвале. И чтобы понятно было, блюд не просто море, а море разливанное. Часть из которого мы и опробуем. И я не буду перечислять то, что мы съедим, потому что это мое чудо приготовления телевидения. То есть, какое грузинское блюдо будет без томатов, без перца, без помидоров. Плюс еще супер вещи. Вот я сейчас немножечко покушаю. Вот так вот. Есть хочется, невозможно. И начну это дело все употреблять. Но ведь всего этого не получается. И естественен для вмешательных хлебушек. Да, твинтецко, конечно, все-то делается. Придите да попробуйте. Говорят, можно резать. Я не люблю резать. И так. И мы начинаем. Замечательные вещи. Ммм. Это баклажаны с орехом. Чтобы было понятно, это не просто баклажаны. Как они делаются? И чем накрываются? Баклажаны жарятся, а то окунаются в соус. Вот. Грецкий орех. Причем протертый грецкий орех. Вот так вот. Берете протертый грецкий орех? Вот еще замечательные специи. Из Грузии, естественно. Все, что нужно с Грузии, привозят сюда. И плавненько так. Ммм. Я не пробовал такое. Ммм. И сейчас я расскажу, что это такое. Вторую закину. Ммм. С перчиком. За сучком. Мне говорили, что ты попробуй. А потом будешь рассказывать. Я попробую. И расскажу. Я даже не могу это все перед этим. Специи так сделаны, что я понимаю, что это Грузия. Боржами. Куда все и раньше-то делалось? Я не понимаю. Настоящая легенда. Кстати, все это вы можете себе заказать. Никаких проблем нет. Сидите, посмотрите. А потом я телефончик в консолочке дам. Заказывайте. Привезут. Дома. Побалдеете. Хотя проще сюда зайти. Ну, музыка. Все остальное. Плюс легенда минеральных вод. Кстати, ну... Это чуть позже. Сейчас будет харчо. Харчо. Сделано из телятины. Вот. Также заправочка из грецких орехов. Так, что там еще? Ага. Так, это я просто взял специально сюда показать. Поверьте мне. Немножко так... Дело в чем заключается? Харчо в жизни много, понимаете? Грузины готовят, осетины готовят, азербайджанцы готовят. Вот. Мы пробуем настоящее грузинское харчо. Понимаете? Видите? Дымится. Видите, что дымится? Да что это такое? Никак не могу передать. А здесь аромат травки. Честно? Я понимаю, что такое травки, да? Ну, как они все это делают? Перед нам что такое харчо. Какого харчо? Я жизни не ел. Потому что я ел харчо. Так. Получается, телятины очень хорошо прожаренные. В смысле, пропеченные. Я не знаю, как это делается. Вот. Чесночок. Естественно. Не понимаю, как. Но... Короче, даже объяснять ничего не буду. Прийдите, попробуйте. Вот. Теперь у нас пиросмани. Пиросмани. Дело в том, что пиросмани это художник. И вот там я вам показывал репродукцию сил картины. Вот. сейчас еще разочек. Чтобы понятно было, что я все-таки грузинскую... в кухне так вот... келятина, грибы, сыр и все это запекается в духовке. Как-то я своей жене объяснял, как делается жульен. И мы его делали. Но это не совсем жульен. Это вообще все по-другому. Потому что мы говорим про Грузию. Так. Чем его едят? Сказали ложкой. Попробуем ложкой. Как телятинка. С сыром. А вот тут явные грибы. Явные грибы. И... Я так понимаю, что здесь все-таки не используются какие-то другие вещи. Вот. То бишь... В чем прелесть-то, человечки? Когда он знает, как это готовится, он может замечательный соус сделать таким образом, что вы не поймете. Вот. Так вот, в отличие от жульена, его много и не съешь, потому что, ну, понятно, да, там, Франция, Франция, Франция. Вот. В отличие от жульена, этим нормально ты повеешься. Если покушаешь. Ну, извините, не просто накушаешь. Что касаемо меня, набьешь желудок. Причем вы же знаете, как я кушаю. То есть, если я это делаю с таким аппетитом, как я делаю это в ресторане Дукани, в смысле, Генацвали, в смысле, Дукани это погребок. То есть, ресторан, Дукани, Генацвали. То есть, ресторан, погребок, Генацвали. Вы должны поднять и обязательно сюда приехать. Ну, естественно. Как же нам без хачапури? Нечуть попозже я все это дело съем. Как я уже говорил, хачапури здесь четыре вида. Хреб. И сырная штучка. Обалденно. А здесь четыре штука спешутся. И куча. Кушайся. Просто куча нечина. Так что, господа, хотите или не хотите, но сюда приходите. Ломаноса опять. Ресторан Дукани, Генацвали. Вот так вот. Из искомых пяти минут вам 13 подавай. Да, у меня не получилось. Да, пришлось резать по-живому. Но йокерный пузачес. Как это вкусно. Кстати, всем рекомендую приехать на Ломаносу опять и вкусить Грузию. Да потому, как по-другому-то и не дано. Погребок Генацвали, то есть Дукани, Генацвали. Работает для вас. Причем работает для всех. Я говорил, что рестораны и это не есть дорого. Но не все рестораны такие. Понимаете, ну, некоторые рестораны, я в них и не хожу, потому что космические цены. Здесь все в принципе нормально и недорого. сюда могут прийти бабушки и дедушки и мамы и папы, да и детей сюда тоже можно позвать. Потому как приятные цены и очень хорошее обслуживание. Единственное, что но. Пока здесь не могут взять народу больше, чем 30 человек. Но скоро здесь откроется еще одно место и тогда и людей здесь будет побольше. А так приходите, попробуйте. Вкусняточка обалденная.